Продолжаю реализовывать преступные мысли о получении взятки в особо кровного размера. Сазонов 25 июля 2018 года. Все три часа, пока звучит приговор, Дмитрий Сазонов не находит себе места. И неудивительно, на кону 14 лет его жизни. Именно такой срок попросил государственный обвинитель. Поэтому я и не понимал вообще, как сегодня будет происходить, потому что я не представлял, что, допустим, судья может какое вынести решение. Потому что слишком много всего того, что не доказывает, скажем так, мою вину, особенно по первому эпизоду. Расследование громкого дела тянется с лета 2018 года. Тогда полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова задержали сотрудники ФСБ. В момент получения взятки в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги ему передал сослуживец. Якобы за то, что силовик помогал или, как говорят на жаргоне, крышевал частное охранное агентство. По версии обвинения это длилось 10 лет. А ЧОПы, о которых идет речь, контролировались преступной группировкой, известной как «Законовские». Следователи посчитали, в общей сложности Сазонову передали порядка 30 миллионов рублей. Кроме того, экс-силовик получал дань от фотоагентства, работавшего в крупнейших роддомах Самары. Это, кстати, единственное, что признает Сазонов. И то частично. Обвинение в связи с самарской мафией категорически отрицает. Судебный процесс стартовал еще осенью прошлого года. И вот итог Сазонова признают виновным по всем статьям. Но приговор оказывается чуть мягче, чем просит прокурор. 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывший полковник должен выплатить государству 220 миллионов рублей. В целом, приговор соответствует занятой позиции государственного обвинения. Суд, рассмотрев доводы стороны обвинения и доводы стороны защиты, пришел к выводу, что виновность Сазонова в данных преступлениях доказана представленными доказательствами. С приговором не согласны. Будем его обжаловать в апелляционном порядке. Дмитрия Сазонова лишили воинского звания полковника. Кроме того, ему запрещено в течение 10 лет работать в силовых структурах. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.